Приветствую, друзья! Очень серьезный разговор, универсальный способ повышения стрессоустойчивости и иммунитета и снятия последствий ковида, и последствий всяких стрессовых состояний, несчастной любви, разлада внутрисемейных отношений, любого стресса, который вас загрузил, стал доминантом, и вы в нем зависли, и он очень противоречив, именно несогласованность ума, души и тела требует больших расходов энергии, и вы все время переживаете, переживаете, никак не можете успокоиться, потому что это противоречие, это так угнетает, когда вы не видите образа будущего. И поэтому, когда мама качает ребенка, независимо от того, по какому поводу он плачет, игрушку забрали, или животик заболел, или голова болит, она подбирает ему ритм, синхронно его текущему напряжению. Больше напрягается, она чаще его качает, это доказывать не нужно, это всепланетная истина. Я уже 20 с лишним лет говорю о том, что повторяемые действия снимают напряжение, и повторяемые движения снимают напряжение, поэтому создались четки, создалась повторяемая мантра, молитва, повторяемые движения снимают напряжение, и вот это упражнение волна, когда вы подбираете себе действия синхронные к текущему состоянию, как мама подбирает ритм покачивания до ребёнка. Есть такая связь, я научно установил, между скоростью автоматизации начатого действия и частотой повторяемого движения. Дело в том, что если вспомнить по аналогии, как вы бежите, например, кросс, и когда у вас рассогласованы ум, душа и тело, и вы преодолеваете из последних сил, из последних сил, чтобы добежать до финишной ленты, и в этот момент максимального сосредоточения, в этот момент, когда вы берёте всю волю в кулак, в этот момент, в какой-то момент происходит это согласование, и напряжение падает, и появляется чувство лёгкости второго дыхания. Это может быть и без бега, потому что дыхание тут ни при чём. Это уже пристроенная реакция, главная реакция нервной системы. На пике напряжения сбрасывается напряжение. И когда вы входите в ритм, в лёгком беге, сбрасывается напряжение, голова становится лёгкой, свободной, и вы уже можете размышлять о своих проблемах на свободном, спокойном уме. И бежать, и бежать бесконечно. Да, это два входа в это состояние. Поэтому нужно понимать, что есть дозировки. Вот, например, разлад в семье. Вот, например, женщина, она расстроена. Да. Или, например, несчастная любовь. Или вас ждёт какое-то выступление. Какую дозировку подбирать? А именно ту, которая синхронна с вашим состоянием. Потому что, когда мама качает ребёнка, тоже в зависимости от того, какое у него напряжение, она то дольше качает, то быстрее он успокаивается. Поэтому, если у вас всё взрывается вот так, как вот этот чайник, надо пар выпустить. Это зависит от дозы. Если вы возьмёте одну минуту, будете делать волну, например, покачиваться, покачиваться, переживая, о чём переживается, соединив переживания с автоколебаниями по зелёной зоне, то есть под действием повторяемым, которые вам максимально комфортны, просты и доступны, вы окажетесь в положении ребёнка на руках у мамы. Потому что, когда вы больше переживаете, напряжение растёт, и ритм покачивания автопристраивается, частота ускоряется. Когда вы успокаиваетесь, частота тоже уменьшается. Таким образом, происходит синхронизация действий с текущим индивидуальным состоянием. И в этот момент у вас и слёзы могут идти, и сонливость может появиться, и желание каких-то дополнительных действий, повторяемых. Там может быть это движение плавательного типа, или скакать на коне, или грести на лодке, или какие-то другие движения, которые вам хочется сделать, хочется дрожать – дрожите, тряситесь, хочется плакать – плачьте, хочется потянуться – потянитесь, доведите напряжение до пика, после которого оно сбрасывается. И потом сидите и думайте, о чём думается, опустив мысль на самотёк. Таким образом, соединив переживания с автоколебаниями, пропуская переживания через автоколебания, именно переживая, а не борясь с мыслями, не пытаясь их прогонять, потому что на борьбу как раз-таки уходит больше всего энергии, на согласование. А здесь согласование происходит автоматически, пустите мысли на самотёк, переживайте, дайте мыслям свободы, чувствам свободу, хочется кричать – кричите, хочется дрожать – дрожите, но на фоне автоколебаний, или на фоне вот таких повторяемых действий, которые называются «салтай-болтай». Таким образом, у вас есть выбор, подбирайте то, что вам приятнее, проще – оно и будет то, что вам подходит лично. И дозу, дозу, делайте и делайте, потому что потом вы постепенно успокаиваетесь, и в какой-то момент происходит качественный, так называемый, триггерный или квантовый переход. Когда вы делаете, например, 5 минут, одно состояние, делаете 10 минут, другое состояние, делаете 20 минут, и вообще можете заснуть. А потом проснётесь, и такое хорошее-хорошее состояние, как будто гора с плеч. Это повышает стресс-иммунитет, это повышает физиологический иммунитет, это защита от всех вирусов и от всех проблемных ситуаций. Для восстановления, для приведения себя в согласованное состояние, где ваша душа, ум и тело в единстве. До встречи, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!